Возьми, пожалуйста Что касается объектов, которые были подвергнуты разрушению в результате климатических условий или стихийного бедствия, так его назовем, то все эти опасности будут устранены буквально из лечения сегодняшнего дня. Вячеслав Петрович, а пострадавшим будет какая-то помощь у нас, кто пострадал? В Омске у нас пострадавшие, которые имеют разрушение жилища, имущества и так далее. Физически у нас погибла одна женщина, безусловно, что мы без внимания не оставим ее, просто я деталей не знаю, поручено сейчас разобраться до конца. Не берется во внимание только пострадавшие, у которых повреждены личные автомобили. Они будут получать компенсацию от потерь через свои страховые компании. И можно уточнить последствия мусора, мусор по всему роду разнесся, кто это будет выбирать, когда это будет сделано? Мы только что условились о том, что мы дополнительно будем объявлять, назовем это средником или каким-то другим мероприятием, но вновь обращаемся к организациям, ко всем, к своим службам, общественному самоуправлению, к жителям, чтобы к празднику все-таки очистить каждый, чтобы очистил свою территорию. Ибо ветер не разбирался, где сейчас собственность, откуда он мусор отбрал и куда разносил. Поэтому каждый вновь уходит на свою территорию и убирает. А подкрепление транспорта для того, чтобы ввести мусор, мы сохраняем. Вячеслав Викторович, многим не понравилось то, что вы в субботу пошли на футбол, вместо того, чтобы, может быть, координировать устранение последствий. Почему все-таки не было необходимости? Ну, во-первых, мы в субботу участвовали, наши специалисты, в работе комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вся информация была здесь, я находился на работе. К 17 часам все было достаточно ясно. И я считаю, что когда все специалисты на месте, ситуация управляема. В течение дня на все события, которые происходили, была адекватная реакция. Я считаю, что на первый матч начавшегося сезона я должен был сходить, поддержать нашу команду «Вертыш». Потери от этого никакой не произошло. Я полагаю так, что это просто синдром Полесье. Вячеслав Викторович, когда вы выходили на первый субботник, 19 апреля, вы заявляли, что не собираете саги деревьев, потому что были плохие погодные условия. В прошедшую субботу было высажено, как сегодня на аппаратке озвучивалось, порядка 5,5 тысяч деревьев. Не считаете ли вы, что было выбрано неудачно, потому как в воскресенье были заморозки, плюс шквальный ветер и все эти посадки сокращают количество выживших. Возможность деревьев выжить посаженцам. Я попробую уточнить. 19-го мы действительно не планировали посадки, а не потому, что там погодные условия, а потому, что еще и земля не везде оттаяла. Поэтому не очень благоприятные были условия для высаживания деревьев. И на неделю попозже они становились более благоприятными. И вопросы приживаемости деревьев, что называется, условия были более благоприятными. Что касается погодных условий, которые были 26-го числа, ну да, ветер, да, ветер, конечно, мешал работать. Но для приживаемости деревьев, как сказали наши агрономы, это особенного влияния не имеет. Тем более, что мы предусмотрели контроль, как мы говорили, в течение двух недель. И все, что, что называется, не выживет в этих суровых условиях, то мы заменим и обеспечим полностью посадку всех деревьев, которые были запланированы. Мы разве не при вас сказали о том, что как раз сейчас нужно учесть абсолютно все разрушения, для того, чтобы подсчитать сумму ущерба, потому что что-то будет компенсироваться, так сказать, из бюджета города Омска, наверняка, потому что бюджетное учреждение. Что-то из других источников, только чтобы понять, как раз нужно все это подсчитать. Я думаю, дня через три уже будет более-менее точные данные. Ну, мы тоже эту тему обсуждали. Мы ставили очень жесткие сроки, потому что опыт прошлого года был для нас просто горьким, больше месяца стояли мешки. Мы стали, значит, в течение трех дней вывести. По нашим подсчетам, больше 80% было действительно вывезено за это время. Что-то осталось. Но вот реагируем на эти замечания, на звонки, и убираем для того, чтобы жители больше не возмущались. Еще один вопрос тоже про любую тему. Социальная всякая информация, что вроде где-то 1 мая вы запретили у вас с пенистом ездить по городу. Вы можете как-то прокомментировать? То есть традиционные соревнования... Но это уже хуже синдрома Аполлесия. Бред полный. То есть никаких вы запретов не давали? Повторить еще раз. Спасибо.